Доверие Богу На русском языке очень короткое слово Всего четыре буквы На некоторых языках это слово шесть букв На некоторых две Но это важное качество Которое Господь хочет видеть Господь Иисус с большой болью С большой скорбью говорил Сын человеческий придя Найдет ли веру на земле Это что-то очень важное Чего человеку так будет недоставать Найдет ли доверие на земле Вы знаете что Евангелие когда описывает Иисуса Христа Мы видим что когда Человек проявлял веру Иисус мимо этого не проходил Он обязательно обращал внимание Он говорит надо же Я в Израиле такой веры не нашел Или женщина велика вера твоя Или по вере твоей Да будет тебе И исцелился слуга его Но вы знаете о том что Есть и другие истории В Священном Писании Где написано что Люди не проявляли веру И интересно что Иисус так же реагировал Написано что Иисус дивился Не верю их Иисус реагировал Либо это его радовало Либо это его настолько разочаровывало Настолько ему скорбь и горе приносило в сердце Поэтому мы видим что это очень важная составляющая Вера Доверие И вы знаете что Как вере и доверию Может что-то способствовать А может быть что-то мешать И вы знаете что Что может мешать вере Это может быть страх Сомнение Или самомнение Самоуверенность Когда мы думаем о себе Очень много Я вот хотел бы Как бы размышляя над этим вопросом Затронуть такую особенность Что мы очень часто Так воспринимаем ситуацию Что мы этой ситуацией владеем Мы думаем что мы разбираемся в человеке В коллективе А потом проходит время И мы понимаем что мы ошиблись И вы знаете очень часто так бывает Что мы думаем что все нормально И все хорошо до тех пор Пока мы не встретимся с Иисусом И когда мы соприкоснемся с Иисусом С его истиной Мы начинаем понимать Как мало мы знаем Или вообще не знаем И что мы склонны неправильно оценивать и ошибаться Мы это начинаем понимать Я вот просто хотел бы привести один пример Один молодой человек Так отзывается о своем отце Когда мне было 14 Мой отец был так глуп Что я с трудом переносил его Но когда мне исполнилось 21 год Я был изумлен Насколько этот старый человек Поумнел за последние 7 лет Вы знаете что Даже тогда когда мы прозреваем И что-то начинаем На что-то смотрим по другому Мы по-прежнему еще Можем оставаться В рамках своего невежества Он что-то увидел Молодой человек увидел изменения Но он увидел изменения Не в себе Что он прозрел А что отец поумнел Конечно И вот вы знаете Это касательно не только Того молодого человека Это касательно не только Подросткового возраста Трудного Переходного Это может касаться По жизни Мы можем неверно Воспринимать То или иное обстоятельство И именно об этом Я хотел сегодня Чтобы мы могли Поразмышлять На основании Священного Писания Но перед тем Как мы перейдем к тексту Я хотел бы еще Обратить внимание На высказывание Которое говорит О сомнении Потому что сомнение Тоже может быть Врагом В вере Самый страшный враг Это сомнение Из-за него Мы теряем то Что могли бы получить Но даже И не попробовали Поэтому пусть Господь Поможет нам Идти Навстречу Господу С доверием И вот сейчас Из Евангелия от Марка Мы прочитаем Один эпизод Который нам Известен Но мы попробуем Опять Для себя извлечь Потому что Это История Из жизни Иисуса Христа Она всегда для нас Несет Уроки Которые касаются Нашей практической жизни Евангелия от Марка Пятая глава Мы читаем С 22 Текста Даже с 21 Когда Иисус Опять переправился В лодке На другой берег Собралось к нему Множество народа Он был у моря И вот Приходит один Из начальников Синагоги По имени Иаир И увидев его Падает к ногам его И усиленно Просит его Говорят Дочь моя При смерти Приди Возложи на нее руки Чтобы она Выздоровела И осталась жива Иисус пошел с ним За ним Следовало множество народа И теснили его Одна женщина Которая страдала Кровотечением 12 лет Много потерпела От многих врачей И стащила все Что было у нее И не получила Никакой пользы Но пришла еще В худшее состояние Услышав об Иисусе Подошла сзади В народе И прикоснулась К одежде его Ибо говорила Если хотя К одежде его Прикоснусь То выздоровею И тотчас Исяк у нее Источник крови И она ощутила В теле Что исцелена От болезни В то же самое время Иисус почувствовал Сам в себе Что вышла из него Сила Обратился в народе И сказал Кто прикоснулся Кто прикоснулся К моей одежде Ученики Сказали ему Ты видишь Что народ Теснит тебя И говоришь Кто прикоснулся Ко мне Но он смотрел Вокруг Чтобы видеть Ту Которая сделала Это Женщина Иисус 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 Но он Выслав Всех вон Берет с собой Отца И мать Девицы И бывших с ним И входит туда Где девица Лежала И взяв Девицу За руку Говорит ей Талифак Куми Что значит Девица Тебе говорю Встань И девица Тотчас Встала И начала Ходить Ибо Была Лет Двенадцати Видевшие Пришли В великое Изумление И он Строго Приказал Им Чтобы никто Об этом Не знал И сказал Чтобы Дали Ей Есть Вот Это история Когда мы Читаем И видим Иисуса Когда мы Представляем Все что Происходит Мы Конечно Радуемся За то Что делает Иисус Евангелие Так написано Духом Святым Что Искренно Читающий Он Вовлекается И он Становится Сторонником Иисуса Христа Он Болеет За Иисуса Христа Он Делает Все Чтобы Теперь Быть На стороне Иисуса Христа Евангелие Так написано Что Искренне Читающий Он Понимает Как Глупо Быть В группе Тех Кто Спорит Иисусом Не Соглашается И В состоянии Мятежа Находится Потому что Дух Святой Работает Над сердцами И мы Влюбляемся В Иисуса Христа Он Становится Нашим Героем Нашим Господом Но На пути Вот Когда Мы Переходим На сторону Иисуса Христа Все Так Быстро Происходит И мы Видим Здесь Целый Целый Группы Людей Которые Встречают Определенное Непонимание В своем Сердце С поведением Иисуса Христа С его Действием С его Время Провождением И мы Это Находим В том числе И в этом Месте Священного Писания Вот давайте Мы Увидим Действующие Лица Какие Действующие Лица Мы могли Обозначить В этом Тексте Ну Во-первых Сам Иисус Теперь Начальник Синагоги Теперь Большая Группа Людей Толпа Людей Которые Слушают Иисуса Которые Его Окружают Ученики Женщина Которая Болела 12 лет Теперь Люди Которые Пришли Домашние Начальника Синагоги Потом Мы Видим Люди Из Ритуальных Услуг Которые Пришли Для того Чтобы Похоронить Девочку И родственники Ну и Сама Девочка Если Мы Как бы Охарактеризуем И Конечно Вот Из Перечисленных Мы Видим Что У Большого Количества Людей Очень Свое Представление Об Иисусе Очень Такое Лично Сформированное И можно Сказать Однобокое И Достаточно Такое Заскорузлое И вот Мы Давайте Посмотрим Как Будучи На том Месте Как бы Мы Себя Чувствовали Находясь На том Месте Если бы Мы Еще Были На месте Учеников Вы Знаете Что Если Сегодня К нам Кто-то В гости Приедет На Дорогом Автомобиле И Соседи Выглядывают И смотрят Чисто По-человечески У нас Сразу Статус Поднимается Потому что Смотри У нас Какой Человек С нами Общается А если В гости К нам Несколько Человек Приезжают На такой Машине То мы Конечно Это Понимаем Что Наш Социальный Статус Возрастает И Конечно Ученики Когда К ним Приходили Бедняки Прокаженные Самаряне Они Не сильно Радовались Но когда Пришел Начальник Синагоги Уважаемый Человек А немного У Иисуса Было Таких Клиентов Когда Такой Человек Пришел И Не просто Пришел И протянул Руку Иисусу Чтобы Иисус Поцеловал А Падает Перед Иисусом Умоляет Приди Ко мне Я нуждаюсь Тебе Как Ученикам Было Приятно Ну Елей на Душу И они Конечно Думают Побольше Таких Людей К нам В Нашу Команду Потому что Естественно Иисус Если поможет Этот человек Обязательно Отблагодарит Он будет На нашей стороне Наш Имидж Повысится Да может Быть И на обед Пригласит На ужин Когда-то У него Там Не ячменные Хлибы Конечно На На обед Будут И Конечно Они Сильно Были Смущены Почему Иисус Ничего Не предпринимает И И Евангелие От Марка Так и Пишет Что Иисус Отреагировал Достаточно Так Для него Неестественно Так Спокойно У него Как-то Чувство Амплитуда Чувств Не Не всплеснулась Так Он Написано Он пошел За ним Спокойно Но Дальше Мы видим Что Иисус Идет В прежнем Ритме Он Идет Достаточно Медленно И У нас Может Сложиться Впечатление Что Иисус Ну Настолько Кроткий Настолько Смиренный Что Он Ничего Не Может Сделать И Он В этой Ситуации Находится И Не Может Из Него Вырваться Но Потом Мы Понимаем Что Это Не Так И Конечно Ученики Начинают Переживать Что Время Идет А Вот Этот Еще Отец Наверное Он Еще Сильнее Переживает Потому Что Вы Видите В Его Словах Смотрите Что Заложено Приди Возложи На нее Руки Чтобы Она Выздоровела И Осталась Жива И Вы Знаете У этого Человека Было Собственное Представление Об Иисусе И Это Представление Оно Было Сужено Сужено Таким Пониманием Что Пока Моя Дочь Жива Ты Можешь Нам Помочь Поэтому Надо Это Сделать Быстро И Вот Иисус Идет Шаг За Шагом Продвигается Ученики Переживают Отец Еще Больше И тут Появляется Женщина Которая Решила Получить От Господа Помощь И Она Подходит Протискивается Прикасается К краю Одежды Конечно В то Время Не носили Обтянутую Одежду Как Это В 70-х Годах Мода Была Покупали Рыбашки Потом Ушивали Брюки Чтобы Так Обтянуто Все Было К Самой Дальней Складке Одежды Иисуса Христа Эта Женщина Прикоснулась И Получилось Сцеление И она Так Обрадовалась И хотела Уже Ускользнуть Но Иисус Спросил Кто Прикоснулся Ко Мне И вы Знаете Что Сомнение И Непонимание Со стороны Учеников И отца Девочки Которая болела Начальника Синагоги Яира Вот это Непонимание Почему Иисус Себя Так Ведет И еще Больше Возросло И мы Сегодня Можем Тоже Так Думать Иисус Ты Не Понимаешь Как Работать С людьми Нужно Ну Раз Люди Переживают Нужно Обязательно Это Учитывать И не Доводить Их До Такого Состояния А Вот тут Иисус Поступает Казалось Бы Бессердечно Потому Что Он Он Не Просто Задает Вопрос И Не Получив Никакого Ответа Говорит Ну Ладно Пойдем Дальше Он Так Себя Не Ведет Он Задает Вопрос В ответ Молчание Он Смотрит Люди Говорят Нет Другой Говорит Нет Я Не Прикасался И Может Десяток Глаз Уже Дали Знать Что Они Не Прикасались А Иисус Не Собирался Куда Дальше Ити И Написано Но Он Смотрел Вокруг Чтобы Видеть Ту Которая Сделала Это Вы Знаете Я Не Знаю Сколько Времени Прошло Но Для Отца Девочки Который Сильно Торопился Это Было Много Какие Мысли В Его Голову Приходили Я Не Знаю Но Для Него Это Было Очень Много И Для Учеников Было Много А Вы Знаете Что Они Любили Иисус Как Учитель Он Был Очень Добрым И Он Не Смотрел Никогда На Своих Учеников Что Им Потом Было Стыдно Или Страшно Он Никого Не Испепелил Взглядом Ненависти И Поэтому Они Себя Вольно Вели Поэтому Они Говорили К Чему Такая Трата Когда Помните Драгоценная Мира Была Отпущена Потрачена На Иисуса Или Еще Себе Позволяли Некоторые Вопросы Когда Они Могли С Иисусом Спорить И Здесь Они Говорят Иисус Ты Подумай Вообще Какой В тебе Здравый Смысл Тебя Тут Не Только Толкают Не Только К тебе Прикасаются Тебя Толкают Но Интересно Иисус Задал Вопрос Кто Прикоснулся К Моей Одежде Он Не Сказал Кто Прикоснулся Ко Мне Поэтому Его Вопрос Он Тоже Был Интересный И вот Интересно Что Женщина Это Видит Что Ей Теперь Не Спрятаться Иисус Никуда Не Собирается Ити Надо Сдаваться И вот Написано Женщина В страхе И трепете Зная Что С нею Произошло Подошла Пала Пред Ним И Сказала Всю Истину Вот Зачем Женщину Доводить До Этого Мысли Такие Никогда Не Приходили Не Жестоко Ли Это Не Жестоко Ли Со Стороны Иисуса Что Почему Иисус Позже Берет Только Троих Учеников И Эта Маленькая Группа И Такой Мобильной Группой Быстро Оказываются В доме У Начальника Синагоги Почему Бы Сразу Это Не Сделать И Вот Мы Задаемся Вопросом Почему Мы Понимаем Что Из всего Что Сделал Господь Ничего Не сделано Просто Так Ничего Не сделано Ну Так Значит Так Ну Могло Быть По Другому Иисус Это Сделал Целенаправленно И Мы Конечно Понимаем Что Здесь Заложено Особое Особое Обучение Иисус Через Особое Испытание Проводит Этих Людей И Вот Посмотрите Что Происходит С Женщиной Женщина И И Каждый Девочка Твоей Вы Знаете Что Слушающие Они Помнили Пророка Аввакума Праведный Верою Жив Будет На протяжении Многих лет Врачи Не могли Помочь И тогда Они что Делали Они говорили Что мы Не то что Мы Некомпетентны Какая Это порча Твоя Бабушка Твой Дядя Кто-то Согрешил Поэтому Мы Тебе Помочь Не Можем И Эта Женщина Считалась Грешницей И Вот Когда Иисус О ней Сказал Всем Остальным И Ей Лично Вера Твоя Спасла Тебя Он Провозгласил Ее Праведной Человек Нуждается Не только В физическом Исцелении Он Нуждается В эмоциональном И в духовном Столько лет На нее капали Столько лет На нее пальцем Показывали И Она Получила Сертификат Или Диплом Как хотите Называйте Праведная Поверь Она Получила В присутствии Всего Того города Где она Жила Праведность Праведная Поверь И Мы Тогда Задаем Вопрос Вот На вопрос Почему это Иисус Сделал Мы понимаем Что Иисус Хотел Ей Подарить Духовное И эмоциональное Восстановление И он Это сделал И вы знаете И вы знаете Что когда Только это Произошло Подходят Люди И говорят Дочь Твоя Умерла Отцу Говорят Что еще Утруждаешь Учителя И вы знаете Иисус Меняется Диаметрально Противоположно Услышав Педагоги Иисус Иисус Разочаровался С одной С одной стороны Она Умерла С другой С другой С другой Иисус Говорит Она Спит И Кто из них Прав Вы знаете Что мы иногда Встречаемся С такими Вопросами На которые Нельзя Ответить Да Или нет Правы И те И другие Девочка Умерла Но для Сына Божьего Смерть Это сон Иисус Заходит Иисус Совершает Вообще Интересно Когда Иисус Заходит В это Помещение Сама Вот эта Сцена Воскрешения Она сильно Отличается От тех Которые мы Читаем в Библии В Ветхом Завете Вы помните Чтобы воскресить Ребенка Что делал Пророк Илия Или что делал Пророк Елисей Это Сцена Особого Такого Такой Такая Драма Когда Три раза Ложится Распростирается Над телом Ребенка Прикладывает Особые усилия И потом На третий раз Ребенок Оживает Посмотрите Иисус Он заходит Подходит К кровати Никакого Напряжения Он подходит И говорит Девочка Вставай Родители Иногда Будет Своих детей Утром Заходят Они знают Что же Сон Неглубокий Он так Притворяется Что спит Или Спит Но неглубокий Такой сон И мы говорим Вставай И вот Именно Такой Жест И такое Обращение Вставай И девочка Слушается Поднимается И она Начинает Ходить Иисус Не говорит Ну знаете Она Ожила Но еще Две недели Постельного Режима Поправится Через месяц Можете уже Заставлять Посуду Мыть Но пока Сейчас Вот такой Щадящий Режим Она сразу Стала Полноценно Здоровая И он Говорит Дайте Ей Есть Между Прочем Это тоже Интересно Иисус Мог бы Пиар Для себя Определенный Сделать Он мог бы С этой Группой Пройти До самого Конца Сказать Вынесите Тело На площадь На улицу Вынесли Тело Подходите Поближе Посмотрите Как надо Поступать У кого Вера Есть И мог бы Ее Воскресить Но Иисус Даже Двенадцать Апостолов Собой Не берет Он даже Не разрешает Родственникам Кроме отца И матери Зайти Он ее Воскрешает А потом Говорит Никому Не говорите И мало Того Он говорит Дайте Ей Есть Почему Да потому Что Иисус Не хочет Чтобы мы Были На пике Эмоционального Возбуждения Он Понимает Что В эмоциях Мы Перегораем И он Говорит Занимайтесь Обычными Делами Готовьте И кушать Общайтесь Не нужно Вот эту На этом На этом Состоянии Долго Останавливаться И вы знаете Что Здесь написано В конце Главы Видевшие Пришли В великое Изумление И это Является Ответом На вопрос Почему Иисус Медлил Вы знаете Что Если бы Иисус Сразу Как вот По тому Расписанию Отец Пришел Сказал Помоги нам Вот по Расписанию Поэтому Помолись Иисус Иисус Пришел Помолился Возложил Руки И они Сказали Иисус Спасибо тебе Мы тебя Как-нибудь Там Пригласим На На праздник Может быть Какой-то Подарок Тебе Подарим Но Когда Иисус Провел Эту Семью Через Это Переживание Все Отец Мать Очевидцы Они Относились К Иисусу Совсем По-другому Они Стали Понимать Что Это Больше Чем Человек Дорогие Сегодня Когда Мы Свою Жизнь Просматриваем Через Призму Этой Истории Мы Понимаем Что Иисусу Можно Доверять Когда Мы Приходим К Иисусу И говорим Иисус У меня Проблема В этом Он Смотрит На Нас Он Рад Тому Что Мы К Нему Пришли Но Он Видит Что Кроме Этой Проблемы У Нас Есть Еще Целый Ряд Проблем Начальник Синагоги Думал Что Его Это Болезнь Дочери И Скорейшее Выздоровление Это единственная Точка Над которой Надо думать Но Иисус Когда На него Смотрел Он Понимал Что Эта Семья Этот Человек Нуждается В том Чтобы В нем Увидеть Сына Божьего В Иисусе Христе И Также Вот эта Женщина Которая Много Лет Болела Она Нуждалась Не только В физическом Исцелении Но Нуждалась В духовном В эмоциональном Сегодня Когда мы Приходим К Иисусу Когда мы Знаем о себе Что нам Нужно У Иисуса Получить Нужно Подразумевать Что мы Не все знаем В чем Мы нуждаемся И вот И вот В этом Как раз Заключается Доверие Именно Поэтому Возможно Наши Молитвы Иногда Кажется Остаются Без ответа Иисус Ждет Он Проводит Нас Иногда Через Непростые Обстоятельства Но Он Это Делает Потому Что Он Нас Знает И вы Знаете Что Наш Господь Он Не только Нас Знает Он Еще Нас Понимает Он Не только Нас Знает И Понимает Он Нас Любит Вот Поэтому Как важно Нам Доверять Ему Я в Завершении Хотел Бы Прочитать Высказывание Из Утреннего Стража Христос Величайший Из Всех Врачей Он Врачеватель Души И Тело Если Бы Он Не Явился В этот Мир Чтобы Искупить Нас От Губительной Сатанинской Власти У нас Не было Бы Надежды Обрести Вечную Жизнь Не Будем Направлять Умы К Заблуждающимся Человеческим Существам Будем Говорить Вот Агнец Божий Который Берет На Себя Грех Мира Дорогие Сегодня Когда вера Каждого из нас Переживает Кризис Когда доверие Является Большим Дефицитом Не только Для людей Которые Недавно Пришли В церковь Или делают Первые шаги А людям Которые По 30 И по 40 Лет Члены церкви Когда мы Ловим Себя Вновь И вновь На том Что Ты опять Не проявил Доверие Господу Ты опять Засомневался Ты опять Боишься Ты опять Кого-то Осуждаешь Это все Симптомы Недоверия Господа Будем Помнить Слова Иисуса Он Нас Любит Он Здесь Для того Чтобы Нам Помогать Он Здесь Для того Чтобы Идти С нами И сделать Все Чтобы В нашем Сердце Был Мир И гармония Да благословит Нас Господь Аминь 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 Продолжение следует...